Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я хочу вам предложить разобрать вот такой узор для шали. У нас получаются цветы. Вот они так выглядят. Это еще как бы не довязаны, а вот это вот центрально у нас полностью довязаны. Мы с вами поговорим, как переходить, увеличивать вернее нашу шаль и как соединять эти две направляющие, переходить в следующий цветок. Присоединяйтесь, мы сейчас с вами поработаем. Итак, давайте приступим. Я предлагаю начинать с 5 воздушных петель, которых замыкаю в колечко. Я сейчас покажу вам схему, которую я нашла. Она сделана от руки. Вот это автор. Крошет Декшун. Это так, как я прочитала, не знаю. И вот она от руки сделала нам вот такую вот схему, предлагая. То есть мы начинаем сами вязать с кольца и постепенно будем идти, расширяя нашу шаль. Схему показывать не буду. Она у вас будет и вы всегда на нее сможете опереться. Итак, колечко мы с вами связали, хвостики я пропускаю. И первые три воздушных петельки. Это наш будет первый столбик. То есть мы для начала должны с вами сделать три раза по три столбика. Это вот первый набор столбиков. Затем у нас идет две воздушных и второй и третий набор через две воздушных петли. Итак, вот что у нас с вами получилось. Поворачиваем вязание. Три петельки подъема. Затем я делаю накид и перехожу вот в первую арку. В нее мы вяжем с вами два раза по три столбика. Между ними одна воздушная петелька. Одна воздушная петелька и еще три столбика. Далее у нас будет как бы условный центр нашего вязания. Вот видите, это одна половинка, будет эта вторая. С одной с другой стороны у нас будет повторяться. И в центре мы будем с вами вывязывать уже тюльпан. Это цветок. Теперь соединение между двумя половинками. Три воздушных накид. И я перехожу в следующую арку и выполняю точно вот такой же набор столбиков. Связали мы в эту арку такой же набор столбиков и теперь соединяемся с краем в третью как бы петлю или в последний столбик. Столбик с одним накидом. Поворачиваем вязание. Три петельки подъема. Накид. Я захожу вот в нашу арочку из одной воздушной петельки. В нее мы опять-таки с вами вяжем три столбика. Первый, второй, третий. Одна воздушная петля и еще три столбика. Первый, второй и третий. Через одну воздушную петлю мы переходим как бы в центральную арку и в нее мы без всяких воздушных вяжем шесть столбиков. А затем через одну воздушную в этот повторяем такой же набор. Значит, под арку шесть столбиков. Получила под арку шесть столбиков. Одна воздушная петелька, накид. Под эту арку мы с вами повторяем вот этот набор. Закрываем этот ряд и переходим на следующий. Завершила я этот ряд и хочу обратить ваше внимание, что под эту арку я ошиблась не шесть, а семь столбиков с одним накидом. И завершили столбиком. Поворачиваем вязание. Три воздушных петельки как бы подъема, накид и переходим мы с вами вот в эти направляющие. Они у нас идут неизменные. Три столбика. Воздушная петелька и еще три столбика. Первый, второй и третий. Вот так видите, вот такая как бы у нас идет дорожка. Обратили внимание. Теперь одна воздушная петля и мы с вами переходим на вот этот вот центральный как бы цветок. Мы должны использовать первые три. Затем у нас идет один столбик и опять три. В первые три столбика мы должны сделать пять. То есть в первый столбик я вяжу два столбика с одним накидом. Во второй один. И в третий вяжу два. То есть из трех мы получили пять столбиков с одним накидом. Далее у нас идет одна воздушная петелька, накид и в центральный столбик мы тоже с вами вяжем два столбика. Первый. Так что ж такое? Вот первый и второй. Одна воздушная петелька, накид. Из этих трех опять делаем пять. То есть будем говорить из этих трех, в первые, в последних по два, в центральный один. Вот что мы с вами получаем по центру. Как мы начинаем с вами формировать, видите, листья. Вот они два. И центр стебелек, который будет выходить на цветок. Теперь одна воздушная петелька, накид. Переходим с вами в нашу дорожку и ее выполняем. Три столбика, воздушная петля, три. Итак, вот что у нас с вами уже получилось. Мы завершили с вами вторую дорожку и соединились с началом вязания. Следующий ряд. Поворачиваем. И, как всегда, нам нужно сделать три петельки подъема и оказаться вот в этой арочке, связать столбик. Итак, я завершила нашу дорожку и соединила с краем. Хочу обратить ваше внимание на схеме. На схеме, если мы обратим, да, вот мы с вами связали, к примеру, вот наш последний ряд. И мы не поднимаемся по схеме. Нам не показано, что я поднимаюсь и вяжу следующий ряд. Вот. Видите? То есть, как бы, если бы по схеме я не должна была завершать вот эту вот, закрываться. Она должна оставаться свободной. По схеме, как бы, видите, я должна перейти по центру. Нет, даже нет. Вот я должна вот отсюда, не соединяясь с нижним рядом, связать три воздушных и перейти в арку. Но тогда, если мы сейчас с вами выполним вот так, я не знаю, как будет выглядеть, если я соединяю, и вот будут у нас такие ступеньки. Видите? Насколько это хорошо. Один ряд у меня такой, другой такой. Мы можем с вами опробовать и связать. Один ряд я буду соединяться с нижним рядом, другой ряд не буду. Итак, этот ряд мы не соединяем, этот соединяем и смотрим конечный результат. Ну и сейчас, конечно, мы, получается, с вами связали вот этот ряд, видите, разделили, получили две. И мы сейчас движемся вот по этому ряду, то есть должны связать дорожку, две воздушных и все столбики провязать, две воздушные и все столбики. Связала я направляющую. Обращаю внимание, здесь у нас была одна, сейчас у нас две воздушных расстояния между направляющей центром. Наши пять столбиков. Из пяти мы должны сделать семь, то есть добавить два. Значит, в первый и в последний я вяжу по два столбика, а остальные столбик в столбик. Вот так. И далее продолжаем. В последний не забываем связать два. Получила семь столбиков, две воздушных. Один, два, накид. Эти две вершинки мы с вами задействуем и вяжем по столбику, то есть по схеме. Теперь опять у нас две воздушных накид, из пяти делаем семь, то есть в первый и последний по две. Так, я связала уже дорожку и соединилась краем, как мы с вами договаривались. Один край соединяем, другой нет. Три петельки подъема. Для того, чтобы перейти на следующий ряд, я делаю накид и выполняю дорожку. Три столбика, воздушная петля, три столбика. Получили дорожку, две воздушных петельки, накид. Я захожу в первый столбик, вывязываю столбик и в него я вяжу два столбика, так как мне нужно увеличить на два, то есть если у нас здесь был один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, мы должны получить с вами девять. В первый, в последний два. Получили девять столбиков, две воздушных. И эти два столбика вяжем по схеме первый и второй. Стебель нашего цветка, две воздушных, накид, переходим в первые два столбика и в последние два. В итоге девять, то есть все дальше повторяется. Прошла я и не закрываю этот ряд, поворачиваю вязание. Три петельки подъема, накид, вяжем с вами направляющие. Получили мы с вами эти столбики. И теперь три воздушных, обращаю внимание, не две, а три. Один, два, три, накид. Все эти девять столбиков, которые у нас есть, мы с вами вяжем один в один, то есть не убавляем и не прибавляем. Девять столбиков с одним накидом. Получили мы с вами девять столбиков. Теперь у нас три ряда ножки. Будем формировать как бы уже ложа для нашего цветка. Две воздушных, накид. И вот у нас их два столбика. Между ними я предлагаю зайти и связать. Столбик один, три воздушных, накид. И сюда же второй столбик. Две воздушных, накид. И мы с вами повторяем вторую часть. То есть опять-таки девять столбиков, три воздушных и нашу направляющую. Я завершила девять столбиков, три воздушных и нашу направляющую. Соединилась нижним рядом и уже начала вязать следующую направляющую, чтобы не затягивать видео. Мы получили с вами столбики. В этом случае мы уже повернули в вязание. И теперь мы дошли с вами до листочка. Что в этом случае? У нас по-прежнему здесь остается три воздушных петельки. Давайте мы с вами. И будем наш листик уменьшать. Три воздушных петельки. Я делаю накид. Захожу в первый столбик, вяжу недовязанный. И второй тоже недовязанный. И теперь соединяю их в одну вершинку. Следующие я вяжу подряд в столбики и не довязываю два последних. Для того, чтобы их опять соединить в одну вершину. Мы с вами связали первый, второй, третий. Вот четвертый. И пятый. Шестой и седьмой. По счету. Не по счету, а по тому, как я с вами вяжу. Мы вяжем предпоследний и последний. Соединили и закрепили. Вот что получили. Теперь три воздушных петельки. Один, два, три. Я делаю накид. И вот в эту петлю из трех мы будем с вами вязать пышные столбики, вытягивая наш накид. Один, два, три, четыре. Я вытянула четыре раза. Соединила, закрепила. Теперь одна воздушная петля. И опять вяжем пышный столбик под эту же петлю. Под эту арку. Ой, я уже вяжу не то. Накид вытянула. Таких столбиков у нас должно быть четыре. И вот покуда вяжу, я понимаю, что как бы это у нас должны быть... Видите, как некрасиво получается? Значит, мы должны с вами попадать в петельку. Но нам было показано, что здесь идет три петли. Значит, я посмотрела. Здесь у нас не три, а две петли будет. Я делаю накид. И, допустим, захожу в первый столбик. И в него, именно в вершину первого столбика, я предлагаю вытянуть наши петли. Они должны быть более аккуратны. Чтобы наш вот этот вот цветок выглядел просто потрясающе. Это нужно сделать. Видите, вот так смотрится столбик лучше. Теперь одна воздушная петелька. Накид. Я захожу теперь в петлю. Именно в петлю. Вытянула один раз. Вытянула второй раз. Третий. Ну, три-четыре. Смотрите сами, кому... Вот я уже пошла под арку, поэтому нужно в петлю. Тогда он будет более этот столбик собранным. И красиво смотреться. Это у нас две. Значит, получается, у нас должно быть четыре. Вот сюда третий и четвертый в саму вершину. Через одну петлю. Вот что у меня с вами получилось. Видите, они у нас плотные, не рассыпаются. И это, скажем, создает аккуратность. И более красиво смотрится узор. Теперь две воздушных петельки. И здесь мы с вами две первых и две последних соединяем в одну вершину. Так, как вот сделали в первом листике. Итак, смотрим. Сделали мы с вами начало нашего цветка. Соединили листики. Три воздушных направляющие. Так как я их не соединяю, значит, я сразу же поднялась. И под арку связала направляющую. То есть мы повернули вязание и вяжем дальше. Дальше у нас что получается? Три воздушных петельки. И мы должны сами вот эту вершинку, которая состоит из двух, соединить с этой. Точно так же, как эту вершинку, которая состоит из двух столбиков, соединить с этой. То есть опять-таки уменьшить наше количество столбиков. Три воздушных петельки. Один, два, три. Я делаю накид. Вот она, эта вершина. Я зашла в нее, связала недовязанный столбик с одним накидом. Я зашла во вторую, недовязанный, соединила. Закреплю накид. И далее мы с вами вывязываем первый столбик, второй. А если считать правильно, то вот это был первый, второй, третий. Вот этот четвертый, ох, торопилась, четвертый. И вот пятый столбик мы получаем из этого недовязанного и из вершины этого недовязанного. Соединили, закрепили. Вот, получили листик. Далее, далее у нас идет две воздушных петельки. Я делаю накид. И вот эту арочку из одной воздушной мы с вами должны поместить пять столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый и пятый. Далее, в каждую из этих арок мы помещаем по пять столбиков. То есть, оно должно быть один, два, три. Три набора по пять столбиков. Вот, что у нас с вами получилось. Теперь две воздушных петельки. И соединяем вот эти два столбика, эти и три один в один. Далее, две воздушных или три воздушных и наше направляющее. Итак, смотрите, мы с вами дошли до конца ряда. И получаем вот какое-то такое, видите, закругление. Разница, не знаю, чувствуете вы или нет. Мне кажется, что здесь больше заворачивается само полотно, чем здесь. Ну, а по красоте, опять-таки, и там, и там, как бы достаточно неплохо смотрится решать вам. С этого ряда мы с вами должны уже начинать формировать следующее, как бы вот, начало. Для следующего цветка. Вот с этого ряда. Поэтому я поворачиваю вязание. Три петельки подъема накид. И вот в эту арку я вывязываю три набора. По три столбика через одну воздушную петлю. Второй, третий столбик. Воздушная петля. Следующий набор. Один, два, три. И еще одна петелька накид. И еще три столбика. Один, два, три. И я думаю, это вам напоминает вот этот ряд. Видите, вот он. Далее, четыре воздушных петельки. Один, два, три, четыре. Я делаю накид. Вот здесь у нас с вами пять вершин. Эти пять вершин мы должны соединить в одну. Я захожу в первую, не довязала столбик с одним накидом. Во второй столбик не довязала. Вот третий, четвертый. И вот пятая вершинка, которая из двух, соединила и закрепила. Вот мы с вами завершили листик. Видно, да? Теперь четыре воздушных петельки. Один, два, три, четыре. Я делаю накид. В первый столбик из этих пяти я вяжу два. Один и второй. Один столбик я пропускаю. Вот связала этот, пропускаю. Сейчас захожу в следующий два столбика. Первый и второй. Накид. Далее опять один пропустили в следующий. Как вы поняли, мы вяжем по два столбика вершину столбика нижнего ряда, но при этом пропускаем один столбик. Мы получили с вами шестнадцать столбиков с одним накидом. Далее опять четыре воздушных, три, четыре. И вершину листика, то есть мы соединяем все наши пять столбиков в одну точку или в одну вершину. Второй, третий, четвертый и вот пятый. Соединили, закрепили. Вот смотрите, что у нас с вами вышло. Листья и уже полцветка. Далее у меня идут, сколько здесь, сейчас посмотрю, четыре воздушных. И вот сюда, в эту арку мы с вами выполняем по три столбика три раза. Итак, давайте посмотрим, я завершила ряд и повернула вязание. Помним, что у нас здесь с вами был вот такой вот набор столбиков, да. Поэтому в первую арку я связала три столбика, воздушная петля, три столбика. Теперь три воздушных, один, два, три, солнце сильно вышло, накид и сейчас надо закрыть. И еще три столбика, один, два, три, воздушная петля и три столбика. Я повторю и далее уже особо останавливаться на этом моменте не буду, так как у нас были с вами ряды внизу, чтобы не затягивать видео. Но вы видите, что вот этот момент у нас уже соответствует вот этому ряду. Вот этому ряду, да, вот он пошел. Далее тут мы будем повторять. У нас остался, не скажем, непонятное решение именно вот этого цветка. И мы с ним сейчас с вами будем работать. Получили мы с вами начало. Теперь с этой точки я захожу в вершину нашего листика и вяжу столбик без накида. Соединяюсь как бы с этим цветком. Далее у нас идет один, два, три, четыре. Я захожу в вершину каждого столбика и вывязываю столбики без накида. Вот так. Вот что у нас этот ряд как будет выглядеть. Получили столбики без накида. Четыре воздушных. Один, два, три, четыре. Зашли в вершину, связались тоже столбик без накида. Теперь я делаю накид и вывязываем с вами столбики. Первый, второй, третий. Повторять не буду, так как здесь все понятно. То есть завершаем точно так же, как и начинали. Завершила я ряд и повернула. Хотела вязать сразу же без комментариев, но решила сделать. Смотрите, три воздушных петельки подъема. Это в этом варианте. Здесь мы с вами не будем. То же самое, в принципе. А три петельки подъема. Вот это у нас уже с вами будет вот эта дорожка. Она плавно перешла вот сюда. Вот она. Будут здесь три столбика. Первый, второй, третий. Третий, одна воздушная петля. Здесь у нас с вами, мы помним, в центре у нас было 7. Значит, я делаю одну воздушную петельку накид. И вот сюда 7 столбиков с одним накидом. Воздушная петелька и это направляющая. Получили мы с вами начало следующего цветка. Три столбика, три столбика. Теперь один, два, три. Я захожу в первый столбик без накида и вяжу такой же столбик. Теперь один, два, три. Накид. Захожу во второй столбик. Не довязала. Накид. Захожу во следующий столбик по ходу движения. Я их соединила в одну. Один, два, три. И опустилась. Связала столбик без накида. Вот мы с вами получили вот такой лепесток. С этого же столбика. Один, два, три. Накид. Следующий зашла по ходу движения. Столбик без накида. Первый, ой, столбик не довязанный. Столбик второй не довязанный. Соединила. Один, два, три. И опустилась. Вот следующий лепесток. Смотрим, что получилось. Вот наши лепестки. Один, два, три, четыре, пять. Столбик без накида. Получается теперь три воздушных. И мы должны перейти на вот эту дорожку. Один, два, три. Накид. И здесь мы с вами повторяем. Я довязывать не буду. Поверну вязание и начну эту часть. Это мы с вами уже проходили вот здесь. Итак, я начала уже следующий ряд. Я начала следующий ряд. Откомментирую. Направляющие. Из трех мы сделали пять. Центральные сделали. Между ними по одной воздушной. По две воздушных здесь вот столбик. И опять из трех пять. И направляющие. Все это можно посмотреть в начале вязания. Теперь мы дошли до цветка. Цветок. Я вяжу три воздушных петельки. Один, два, три. И соединяюсь с первой вершиной лепестка. Столбик без накида. Вот. Пять воздушных. Один, два, три, четыре, пять. Соединяюсь с вершиной лепесточка нижнего ряда. Один, два, три, четыре, пять. Мы соединяемся вот с этим лепестком. С вершинкой. Один, два, три, четыре, пять. Это у нас четвертый лепесток. И с пятым. Один, два, три, четыре, пять. Теперь три воздушных. И мы переходим. Один, два, три. Накид. И переходим на, скажем, начало. И вважаем вот такую же часть. Итак, давайте смотреть. Мы с вами, я откомментирую. Направляющие. Две воздушных. Из пяти сделали семь. Две воздушных. Это у нас стебелек. Опять две воздушных. Из пяти семь. И направляющие. То есть, вот это, можно, кто непонятно, смотрите в начале. Далее, или же схема. Три воздушных петельки. Один, два, три. И мы переходим на центральный цветок. Я захожу под первую арку из пяти воздушных. У нас с вами было один, два, три, четыре арки по пять. Теперь у нас будет с вами три арки. Один, два, три, четыре, пять. Под арочку столбик без накида. Один, два, три, четыре, пять. Следующий столбик без накида. И последняя арка. Один, два, три, четыре, пять. Вот сюда. И соединяемся с следующим, как бы, началом цветка. Один, два, три, накид. И далее вы знаете, что мы вывязываем. Основное у нас сейчас идет вот центральный цветок. Мы его завершаем. Я повернула вязание и связала уже первую часть, как по началу листика. Здесь у нас цветок. У нас было один, два, три арки по пять воздушных. Теперь у нас будет две арки. Три воздушных петельки я закрепляюсь под первую арку. И вяжу один, два, три, четыре, пять. Захожу под арку. И следующую. Один, два, три, четыре, пять. Под следующую. А далее три воздушных. И мы переходим с вами вот в эту часть нашего цветка. Итак, связала я первую часть после поворота. В этой части у нас уже девять столбиков. И мы наш стебелек разъединили на вот эти две, два столбика. Следующий ряд у нас будет пышные столбики вот сюда. А там, где у нас цветок, две арки по пять. Поэтому сейчас мы из этих двух должны сделать одну арку. Один, два, три. Я соединяюсь с первой аркой. После вот этих направляющих. Видите? Пять воздушных. Один, два, три, четыре, пять. И захожу вот сюда во вторую арку. И один, два, три, накид. И перехожу в следующую часть нашего вязания. Это вот такой же будет, скажем, формирующийся цветок. Повернула я вязание и связала уже как бы первый наш цветок. И мы доходим до центрального, который, в принципе, уже завершаем. Вот у меня завершилась дорожка первого цветка. Теперь я вяжу четыре воздушных. Один, два, три, четыре. Захожу под одну единственную арку. Связала столбик без накида. И один, два, три, четыре. Накид. Мы переходим с вами в следующий. Это у нас уже как бы по счету будет третий цветок. И вывязываем его. Как вязать, я еще повторюсь. Мы смотрели с вами первую часть. Итак, давайте посмотрим. Я дошла. Вот мы с вами завершили в этой. Связала я следующий. И повернула вязание. И начала вязать следующий ряд нашего цветка. Ну, как бы в данном случае первого. Этот момент мы с вами уже разбирали. Связала. И теперь у нас идет соединение. Вот здесь мы должны с вами соединить. Видите, у нас основной цветок завершен. И мы должны его теперь соединить. Я предлагаю связать три, четыре. Один, два, три, четыре воздушных. Накид. Захожу в эту направляющую. И дальше выполняю количество столбиков, необходимых именно для этой. То есть три, воздушная петля, три. И смотрим. Вот что у меня получилось. Видите, у нас идет постепенное как бы соединение вот этих двух дорожек. А эти цветы по краям мы продолжаем довязывать. Я сейчас довяжу. И мы с вами посмотрим следующее наше действие. Итак, мы с вами получили центр. И теперь, смотрите, я довязала эту часть, начала вязать, скажем, повернула и начала вязать следующую часть. Обращаю ваше внимание. Согласно схеме, вот смотрите, мы сейчас с вами будем разделять на вот этом вот ряду. Когда мы будем вязать с вами по два столбика через один столбик. И соединять наши листики в один пучок. Здесь у нас с вами пять. Один, два, три, четыре, пять вершинок. В этот момент мы должны с вами опять расширить наше вязание. То есть в направляющих, в первых направляющих, крайних, в первой и в последней связать по три набора. То, что и сделала я. Вот так вот, да. И дальше мы с вами продолжаем вязать. И эти два набора мы как бы тоже их уже более плотно соединим между собой. Этот момент я озвучила, и вы понимаете, что мы с вами дальше делаем. Итак, смотрим. Здесь мы с вами добавили набор из трех. Здесь мы с вами продолжаем вязать цветок. И вот эти два, две направляющие через две воздушных я соединила. Смотрится, что вот здесь у меня мы вязали с вами по четыре. Значит, вполне возможно и по три воздушных, для того, чтобы меньше собиралось. Далее мы с вами продолжаем вязать и в конце тоже делаем направляющие, то разделяем уже на две. То есть делаем три набора. Итак, давайте посмотрим. Там, где в начале вязания мы с вами распределили одну направляющую, вторую и между ними три воздушных петельки. То есть вот точно так же, как мы с вами делали в самом начале. Похоже. Связали этот цветок и дошли до центра, где у нас было соединение. У нас есть одна направляющая и другая направляющая. Мы с вами связали первую. И теперь точно так же между ними мы свяжем три воздушных петельки. Один, два, три. И накид. И заходим вязать вторую направляющую. И следующий ряд у нас, мы помним, что под эти три воздушных петельки здесь, здесь мы должны будем связать по семь столбиков с одним накидом. И продолжать вязание точно так же, как мы с вами связали первый и вот эти два мотива. То есть понятно, ход движения каков у нас идет. И единственное, что меня немножко смущает, вот этот край мне, там, где мы не соединяем, мне понравился больше, чем тот край, который соединяется. Здесь присутствует некая такая, я бы сказала, интересность. Ну, а все остальное, конечно, вы решите сами, как вам больше нравится. Подбор пряжи тоже не знаю. У меня пряжа достаточно толстая. Видите, это хлопок смотрится вот так. Можно с более тонкой шестяной пушистой пряжей. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok